Гарри Кричевский, Коля Трубач, ну знаете, да, то есть Коля Трубач, там Витюша Павлик, ну там много было артистов, но сидим, беседы, собственно говоря, зацепились языками, Трубач, Кричевский и я, и то есть вы вышли на, там всякие прикольные истории рассказывают, да, там, и тут Трубач рассказывает, ну я надеюсь, он меня простит, это, в общем, многие знают. Значит, а дело слушается уже в то время, когда уже и голубая луна есть, и когда уже щелкунчик есть, и когда уже все СНГ, то есть, а Коля, он из-под Николаева, из Глубого Сыла, и там мама у него, и он, когда приезжает на гастролю, он обязательно к маме едет, вот, а как он научился играть на трубе? Он очень плохо учился в школе, а заучим у него был музрук, вот, и дело шло, чтобы оставить его на второй год, потому что, ну вообще, оторви и брось, вот, и мама пришла и говорит, ну, зарубить хоть что-то, ну, не можно же датын услышать на другой риг, ну, что же ли, ну, я кто-то, он говорит, ладно, он зовет Коля, значит, говорит, я тебя перевожу в следующий класс, но ты будешь учиться играть на трубе. А у них тема, ну, похоронный оркестр, они же там, понимаешь, свадьбы, жмуры, там, им катастрофически не хватало трубы. И он начал учить играть на трубе, и Коля очень начал быстро схватывать, то есть, у него, по большому счету, то есть, за спиной образования нет, но он играет так, что, когда он приехал в оркестр к Финнбергу, взял трубу, а пацаны говорят, а ты, типа, раздуваться не будешь? Он говорит, а зачем? Вот, и он там до четвертой октавы достает, но дело не в этом. Значит, приезжает он в село Думатори, мамка там накрыла стил, все, ой, сынку приехал, боже мой, боже мой, боже мой, там все, и Коля говорит, только наливая полтинничек, только что открывается дверь, и заходит этот, ну, такой постаревший уже классный руководитель со всей этой бригадой. Ага, заходите, проходите, съедаете, да нет, тут таки, Коля, слушай, тут такая справа, короче, померла, дуже поважная людина померла, он говорит, ну, все чувствую, а я, да, розумеешь, справа в том, что у нас труба, он лежит с запалением легенев, играть не может, а нам треба ж его, как раз, по-людски поховывать, и тому, там, он говорит, вы на что намекаете вообще, ты же знаешь, что тут все будет, может, с нами там поедешь. А Коля говорит, вы нормальны, вы учите, меня вся страна знает, то есть как в Угнеричке, они говорят, да нет, это такое глухое село, там телебачения нет, телевизоров ни в кого нет, все, он говорит, так, пацаны, сколько стоит, сколько вам платят за эту всю историю, я вам сейчас каждому столько дам, тут мама включается, говорит, оце, Коля, людина тебе научила играть, путевку в жизнь тебе дала, а ты доказала мне, что нема души в том, что в бизнесе, и в тебе уже души нема. Это ж твой батько, и Коля говорит, понимаешь, что я теряю маму, говорит, и он, то есть, точно там, это такое глухое село, что мама дорогая, а у Коли ему подарили, есть такая марка без труба, она черного цвета с золотыми клапанами, то есть, вот. Он берет эту трубу, одевает кепку, заматывает шарф, очки, то есть, садится и едет. Приезжают они в это село, ну, в селе телебачения нема, але на похорон приехали люди с Миколаева, с Харсона, а там телевизор есть у людей. И, короче, Коля говорит, мы выходим только из автобуса, и такой шорох. Трубач, 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 трубач. Он говорит, я, говорит, готов сквозь землю провалиться. Вот, и тут толкает, говорит, Коля, Коля, граем он на крышку. Ну, знаете, да, эти все дела там на крышку, потому что граем он на крышку. Коля говорит, я открываю кофр, достаю трубу, и следующий такой, ты весь в него труба, траурно, траурно, траурно.